Муху-музей. Мы идем в музей. Это кузница. И она построена дальше от хутора, подальше, потому что на хуторе все крыши были покрыты камышом. И чтобы никакая искра туда не попала, кузницы строили дальше. А вот крыша хутора. Им надо было найти место для будущей жизни в качестве невест, потом уже хозяев и так далее. Но если у молодежи не было особо где встречаться, то была такая традиция. На летний период потенциальная невеста пересерлялась в отдельный домик. Ее навещали разные потенциальные женихи. Ну а уж с кем она договорится, кому засылать сватов, этот домик летней невесты на зиму превращался в плеть для одежды. То есть вот тогда тоже экономили время, место. Тем более обязательно держали кошку, для которой были отверстия в полу, потому что чтобы кошка берегла хозяйское добро и зерно, ловила мышей. Вот какая красота. Вот раритет. Это Юханс Мух, эстонский писатель. Вот, идем к бухте. Там вот кораблик. Вот оно, красивое побережье. Мы еще на острове Муху. Вот это домик. В нем живут. Прикольно. Здесь ресторан. И солнце шпарит. 31 градус. Вот там далеко-далеко остров Сарама. Сейчас мы туда отправимся. Вот. Ну, вообще красиво. Всех приглашаю, кто может. Посетите эти острова. Здесь многие живут рыбным промыслом. И вон висит такая рыболовецкая сеть. Ну, это, наверное, для красоты. Вот такая красота. Всякие тут лодки, яхты. В общем, мы уезжаем уже, а вот там вот, прям, далеко-далеко от берега стоит домик на воде. Мы едем по дамбе, переезжая с одного острова на другой, с Муху на Сарама. И потом мы видели, вот месяц назад, если от температуры воды и силы вера, они могут быть не в этом зале и в соседнем. Здесь этих мест. Вот тут куча-куча птиц, гнездится. Вот это достопримечательность острова Сарама. Это озеро образовалось в связи с падением метеорита. И вот это вот, эти камни разбил метеорит. Ну, это было очень-очень-очень давно. Ну, и это образовался этот кратер на 16 метров глубины. Там очень красивые кувшинки. И вот, представляете, метеорит упал 16 метров глубина этого кратера. Продай. Тут всякое. Угу, боюсь. Рыбный ресторан на острове Сарама. Это вот магазинный комплекс. Прикольный автобус. Везде продают мед. Мороженое. Здесь вот продают всякие такие поделочки. С какого-то камня. Это камень сармский доломит. Классный такой камушек. Угу. Красиво. Здесь такое здание музей и гостиница. Ластус Кескус. Такая красивая клумба. Ого. Какие красивые цветы. Сегодня здесь жара. Уже 33. Вот мы на острове Сарама приехали в монастырь трех сестер. Остров Сарама самый большой из всех островов Эстонии. Вот это монастырь трех сестер. Тут живут три сестры. Эстонка, немка и англичанка. Вот она к нам там вышла. У них тут свое хозяйство. Вот ульи. Это православный монастырь. Вот такая у них тут церковь. Вот тут они так разводят семьи пчел. Их много-много таких коробочек стоит. Так интересно. Я первый раз такое вижу. И вот. На Сарама очень много частных домов. В основном люди живут в частных домах, но такие красивые строения тоже есть современные. Их тут довольно много. Мы сейчас идем уже у нас в свободное время. Мы идем в ресторан Мельница. Узкие улочки, как у нас в Талине. И красота. Вообще шикарная красота. Посмотрите, какие петунии. Ой, какие петунии красивые. Вот так вот люди украшают свои дома. А так вот узкие улочки. Во, какие красивые тут дворы у людей. Вот Ирина приехала на Сарама и нашла огромную руку поддержки. Вот собачка бежит еще. Красота здесь такая. Вот такая красотища. Сара Мавески. Вообще мы в городе Кура Сара. И вот мы идем сюда. Сара Мавески ресторан в национальной платье. И вот такая тут красотища. Мы сейчас пойдем наверное на самый верх, если пустят. Мельница 1899 года. Вот так вот. Это эстонские народные песенки. Вот это второй этаж. мельницы. Мы идем наверх. Это третий этаж. люди есть. А мы пойдем еще выше. И здесь сядем за каменные столы. Тут никого нет. Ой, там еще есть этаж. Красота. Попробуем еще выше подняться. Но тут уже мест нет сидячих. Это просто как чердачное такое помещение. тут стекло уже. Свет включился. Вот тут жернова. Все по-честному. И вот лестница еще выше. Но там закрыто, слава богу. вот какая красота. Ну, с окон ничего не снять, окна. Что-то все заколоченные. Вот там немножко видно жернова. Вот такую красоту мы заказали. Это перловка. Это мяско какое-то обалденное. Это печеная картошка. А это я забыла, что. А, это судак. Ну, вот все, мы возвращаемся. тут ветер на море. Возвращаемся домой, ждем ворон. Было очень хорошее путешествие. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.